Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это «Омск. Здесь». Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Пляжный сезон не открыт, а в Омске уже десятки утонувших, где в городе запрещено купаться и как помочь тем, кто оказался в беде. Теперь в объезд. В Омске начался масштабный ремонт дорог. Каким будет его качество в этом году? Кто следующий? Студенты Умгупса без дипломов. Какие еще омские вузы могут остаться без аккредитации? В Омске вывели новую формулу моды. И не только в одежде, а еще в кино и в урбанистике. Омский нефтеперерабатывающий завод может прекратить работу. По словам представителей предприятия, это случится, если удовлетворят иск регионального отделения Росприроднадзора. Его начали рассматривать на этой неделе в советском районном суде Омска. Надзорное ведомство требует прекратить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Их источник, по мнению специалистов, принадлежит нефтезаводу. Росприроднадзор настаивает на том, что нефтезавод нарушал законодательство об охране воздуха. Были превышены предельно допустимые концентрации выбросов. При этом у предприятия отсутствовало разрешение на такую деятельность. Представители нефтеперерабатывающего завода, в свою очередь, заметили, что разрешение уже получают. А привлеченная ими аккредитованная лаборатория никаких нарушений не обнаружила. Если суд удовлетворит иск Росприроднадзора, это приведет к фактической остановке предприятия, что, в свою очередь, будет иметь серьезные не только для его сотрудников, но и для всего региона последствия. Выслушав доводы сторон, судья перенес рассмотрение иска на 20 июня. К другим темам. Открытие пляжного сезона в Омске отложили из-за высокого уровня воды в РТШ. Однако мечей это не останавливает. Купаются и дети, и взрослые. Причем зачастую в тех местах, где делать это запрещено. В итоге в оперативных сводках с 1 мая значится уже 15 утонувших, в том числе двое несовершеннолетних. Пчелная статистика даже выше, чем в прошлом году. Где в Омске точно купаться не стоит. Как вести себя, если начал тонуть, и как оказать первую помощь на воде, знает Данила Вожевский. От дома Олеся Афониной до РТШ несколько десятков метров. В прошлом году, высаживая цветы на своем участке, девушка услышала крики о помощи. Тонул мальчик. Его уже начало уносить на середину реки. Друзья на берегу не знали, что делать. Олеся, не раздумывая, бросилась на помощь. Я поняла, что если я сейчас не вытащу его, то его унесет далеко, на середину РТШ, и я уже не смогу ему помочь. Я доплыла до него и сказала, что мы сейчас будем цепляться за проплывающие коряги. Мы зацепились и так от коряги до коряги добрались до деревьев, а там уже пешком по болотистой местности на берег. Оказалось, мальчик решил перелезть через весь мост и упал в реку. Плавать умел, но не справился с течением. Тренер по плаванию Антон Масолов объясняет, даже те, кто долгие годы занимался в бассейне, не застрахованы от трагедии на открытой воде. Утонуть легче, конечно, на открытой воде, потому что открытая вода сама по себе вызывает панику у человека, потому что большой объем воды, она мутная. И состоит течение, также может влиять на вот это последствия того, что человек может испугаться, правильно, да? Дезориентация, то есть человек не может понять, не может определить расстояние, не может понять, относит его от берега или не относит. Вот это единственная причина того, что вот открытая вода или бассейн. В случае опасности, меры по спасению нужно принимать незамедлительно. Это только в кино люди истошно кричат, когда тонут, призывая на помощь. В жизни чаще всего человек уходит под воду молча, сил на крик попросту нет. А вот адреналин в крови зашкаливает, поэтому, спасая утопающего, важно помнить следующее. Подплывать к нему только сзади, чтобы он не утащил вас под воду. Захватить человека можно за подмышки или за волосы. Голову тонущего важно всегда держать над водой. Ну и как можно быстрее вытащить его на берег для оказания первой медицинской помощи. Главное правило оказания первой помощи – не навредить. Поэтому сначала нужно узнать, дышит ли человек и бьется ли его сердце. Освободить легкие от воды, положив человека себе на колено. Если же пульса нет, приступать к реанимации. Основание ладони помещается на среднюю часть грудины. Нависаем над пассажем строго вертикально. Если это подросток, можно использовать одну руку. Если человек взрослый, можно использовать две руки для усиления движений. Прикладываем вторую руку сверху. И строго вертикально, не сгибая ладони, локти, мы производим массажные движения. 30 массажных движений. Вот таким вот образом. Затем нужно провести искусственную вентиляцию легких. Перед этим удалив посторонние предметы изо рта пострадавшего. Позже его обязательно нужно показать врачу. Но чтобы трагедий было меньше, сотрудники МЧС постоянно выходят в рейды на катере. Спасатели патрулируют городские пляжи и несанкционированные места купания. Нарушителей остается лишь убеждать. А есть ли какая-то мера наказания для нарушителей, для пловцов в неположенных местах? Таковой меры наказания за это нет. Но убеждение. Доводим статистику несчастных случаев. На кого-то это действенно, на кого-то нет. И какова ваша статистика? Ну, в данный период, 17-го года, на данный момент, уже погибло на реке Иртыш и озерах области 21 человек. Двое детей. Спасатели дежурят на каждом из официальных омских пляжей. Но даже на них забывать о безопасности и нарушать элементарные правила не стоит. Данила Выжевский, Павел Ходынский. Омск здесь. Омские дороги начали ремонтировать. Первый слой нового асфальта уже появился на четырех улицах из 31. Их должны привести в порядок в этом году. Естественно, без пробок не обходится, как долго и где еще предстоит постоять. Насколько качественным будет ремонт в этом году по сравнению с прошлым. И не лишат ли все-таки Омск федеральных средств из-за нерасторопности чиновников, выяснил Дмитрий Куканус. Улицы Ватутина, Королева, Красноярский тракт и еще около десятка магистралей попали в первую очередь дорожных работ. По данным сервиса Яндекс.Пробки, ежедневные заторы увеличились. Даже несмотря на традиционное снижение трафика в начале лета. Особенно это заметно на улицах Волгоградская и Заозерная. Она начиналась на Тюкалинском тракте от ТЭЦ-6 и шла до улицы Лукашевича. И ее длина составила уже 6,5 километров. Это почти в два раза больше, чем, соответственно, мы видели пробки на этом участке в мае. Еще одно изменение, которое мы заметили, произошло на улице Заозерной. Здесь ситуация поменялась к худшему. И пробки стали более глухими. Но ради 135 километров отремонтированных дорог большинство водителей готовы стоять в заторах. Ко второму масштабному дорожному сезону в Омске готовились уже лучше, уверены чиновники. Даже подрядчики пересчитали свои затраты. Получилось дешевле на 20 миллионов рублей. Во время аукциона подрядчики будущие или претенденты на подряды делали шаги по одному, по два. И вот в связи с этим организовалась экономия, понимаете. То есть они готовы выполнить тот объем, который мы даем, в полном объеме, но чуть-чуть дешевле. При этом они просчитывают свои возможности. Есть ли у них свой закупленный, может быть, по старым ценам, там, песок, битум и все остальное. Как у них сработает завод, какая логистика. На объектах в первой очереди менее чем за неделю сняли верхний слой старого асфальта и начали укладывать новый. Скорость, с которой выполняются работы, не должна смущать, говорят эксперты технодзора. Качество проверяют на каждом этапе. От проектной документации и состава смеси на заводе до замеров на самом объекте. Есть инструментальный контроль, который непосредственно сразу за укладчиком идет. Это как уклоны, ровность, толщина уложенного слоя и температура укладываемой асфальтобетонной смеси. По сравнению с прошлым годом, наверное, лучше все, потому что подрядные организации поняли, какой спрос с них, что требуется. В прошлом году немало километров было положено и в этом году они более опытные, поэтому вопросов меньше. Некоторые подрядчики применяют новые технологии. Так, на Красноярском тракте полотно ремонтируют при помощи ресайклера, а на Ватутина – ремиксера. Обе установки имеют схожий принцип действия. Для реконструкции используют старый слой дорожного покрытия. Не добавляется новый материал, практически только цемент добавляется в переработку существующего разрушенного покрытия. Получается очень прочное основание. Дорога подвержена наиболее серьезным нагрузкам, интенсивность транспорта существенная здесь и, соответственно, грузоподъемность автомобилей, которые здесь проходят, она тоже большая. Далее будет уложено здесь два слоя асфальтобетонного покрытия. Впрочем, к тому, как проходит дорожный сезон, есть претензии у Федерального министерства транспорта, поскольку региональные чиновники слишком долго искали подрядчиков. После угрозы перенаправить средства в другой регион, почти по всем лотам нашлись исполнители. У нас уже 96% средств торги проведены, контракты заключены. У нас осталось 4%, 82 миллиона. Но мы будем работать в этом направлении, чтобы и обосновывать, что мы эти все средства освоим и выполним работы. Теперь главное, чтобы скорость проведения аукциона не отразилась на качестве работ. Дмитрий Куканас, Анатолий Серов, Константин Демиденко и Павел Ходынский. Омск здесь. Когда в Омске выберут нового мэра? Точную дату назовут уже в ближайшее время. Подробности после рекламы. Оставайтесь на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Несмотря на признание вины и раскаяние, неоднократно судимый Евгений Завагин проведет в колонии строгого режима 11 лет. Весной он ворвался в один из частных домов Омска и, приставив нож в горло девочки, потребовал дозу героина. Полицейские обезвредили преступника. В гостиничном номере, где жил Завагин, нашли бутылки с под алкоголя и шприц. Точную дату выборов градоначальника Омска назовут на следующей неделе, 14 июня, на заседании конкурсной комиссии. Напомню, первые выборы прошли еще в апреле, но они были провалены. Оба кандидата, вышедшие в финал, отказались бороться за кресло мэра. Отмечу также, что полномочия действующего градоначальника Вячеслава Двораковского истекают через месяц. Если выборы нового мэра перенесут на осень, то управлять городом либо будет нынешний глава, либо будет назначен исполняющий обязанности мэра. Студенты университета путей сообщения останутся без дипломов, как стало известно на этой неделе, коснется это выпускников нескольких направлений Института менеджмента и экономики. Аккредитацию вуза не подтвердили в Рособранадзоре. Насколько значительными были нарушения, какие еще высшие учебные заведения Омска могут оказаться в подобной ситуации, и что теперь делать студентам? Вот об этом в нашей студии мы поговорим с проректором по учебной работе Омского государственного технического университета Александром Мышлярцевым. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Владимирович, вот что представляет из себя процедура аккредитации высшего учебного заведения и какая подготовительная работа вуза для этого проводится? Раз в шесть лет сейчас происходит, поскольку полный цикл это бакалавриат плюс магистратура, то есть четыре плюс два, шесть. Поэтому свидетельство об аккредитации выдается на шесть лет. Как эта процедура проходит? Приезжают специалисты, проверяют, что смотрят, что проверяют? Процедура проходит следующим образом. Приезжает по каждому направлению. Более того, с этого года по каждому профилю направления даже приезжает эксперт. Значит, эксперт имеет соответствующее удостоверение от Россобранадзора, то есть не любой человек может быть экспертом. И по определенному алгоритму осуществляет документальную проверку того, что в реальности у вас в наличии есть. То есть предварительно вы все эти документы готовите, естественно. То есть предупреждают заранее, какие документы нужно подготовить? Есть список, он как бы фиксированный. То есть он известный для кого? Нет, он не секретный этот список, список известный. Ну, он меняется, но все эти изменения доводятся до подведомственных учреждений. Я к тому, что это не что-то неожиданное, да? Нет, это не неожиданное, это планомерная вещь. Вузы начинают готовиться к процедуре аккредитации обычно за год или даже более. Тем для обывателя непонятнее, как вуз может не получить аккредитацию, что он не подготовил документы заранее или ошибки какие-то? Ну, в документах были допущены погрешности, ошибки определенного типа, которые являются основанием для того, чтобы аккредитации отнять вузы. Эти ошибки, о которых вы говорите, они должны быть прям очень серьезными или это может быть какая-то мелочь? Нет, это даже мелочь. То есть принцип такой – да, нет. То есть если хотя бы что-то нарушено… Почему такая строгость? Ну, честно говоря, это не совсем понятно, почему такая строгость, но она наличная. То есть есть некие правила игры, все вузы это знают, и мы вынуждены играть по этим правилам, которые нам продиктовал учредитель и в данном случае контролирующая организация Рособорнадзор. Это может коснуться других омских вузов? Безусловно, это может коснуться любой омский вуз, и нас в том числе. Мы хотим, чтобы нас это, конечно, не коснулось, но тем не менее, в принципе, это может коснуться любой вуз. Независимо от того, что он из себя представляет. Государственный ли это вуз? Коммерческий ли это вуз? Получается. Коммерческий ли это вуз? То есть все в равных условиях. Подчиняется ли это Минобру или же это Министерству здравоохранения, там или Министерству транспорта, это роли не играет. Тем студентам, которые обучались в МЭКе, да, у МГУПСа, и сейчас остались без дипломов, вот что будет с ними, каковы их перспективы? Вуз, который потерял аккредитацию, имеет право обратиться к другим вузам, то есть письмо на имя ректора, ректор пишет, где просит разрешить вот у них закончить это обучение. Значит, если договоренность достигнута, тогда студенты по желанию, то есть они могут написать заявление с просьбой о том, чтобы их перевели вот в этот вуз. И тогда они его заканчивают уже тот вуз, куда... То есть диплом будет уже, скажем, МГУПСа классического? Да. То есть если мы говорим о каких-то направлениях специализации, которые нет в других омских вузах, то... То это за пределами омска. За чей счет? Вообще здесь вопрос не очень простой. Конечно, вуз, который потерял аккредитацию, он заинтересован в том, чтобы это все прошло максимально мирно. Естественно, он оказывает помощь своим студентам. Должен оказывать? Ну, пытается. Ну, в принципе, в нормальной ситуации, конечно, пытается оказать поддержку. Но реально, да, если там какие-то есть осложнения, связанные со стоимостью или еще чем-то, то это, в принципе, студентам. Ну, либо, получается, студентам надо ждать, пока аккредитация будет получена, или такой вариант возможен? Такой вариант теоретически возможен, но новое заявление может быть подано не ранее, чем через год. То есть, понятно, что там дальше опять же будет рассматриваться это все. Потом опять проверка. Проверка, да, все то же самое. То есть, проверяется, только после этого уже можно говорить о том, что будет восстановлено. То есть, получив свидетельство об аккредитации. Тогда да. Спасибо большое. А мы продолжаем программу. Почти 40 студентов захотели стать резидентами российско-китайского бизнес-инкубатора, который откроется в Омске. Из 38 заявленных проектов поддержку получат только 15. Победители смогут объединиться в команды с коллегами из Китая и совместно создавать новые проекты и технологии. Прошедшие обучения покажут совместные проекты бизнесменам из России и Китая. Осенью лучшие выпускники инкубаторов из России, а подобные Омскому откроются еще в Ульяновске, Уфе и Хабаровске, примут участие в программах бизнес-инкубаторов на территории Поднебесной. Что стало причиной ураганов в Омске и стал ли ветер сильнее за последние несколько лет? Подробности после небольшой рекламы. Оставайтесь на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дерево, заборы, дорожные знаки, уличная реклама. Что только не падало в Омске этой весной. Всему виной ветер, который в этом году дует, кажется, сильнее и чаще, чем обычно. Штормовое предупреждение за последнее время объявили пять раз. Смена климата, глобальное потепление, вырубка деревьев. Ольга Качкурова узнала у экспертов возможные причины. Сильный ветер сорвал батут вместе с детьми. Ураган вырвал дерево с корнем, и оно упало на девятилетнего мальчика. Машину раздавило рухнувшим тополем. Каждую неделю группы в социальных сетях пополняются новыми отчетами о подобных происшествиях. Кажется, погода взбунтовала, и Омску грозят природные катаклизмы. Но нет. Синоптики утверждают, порывы ветра в Омске все те же, что и в предыдущие годы. К примеру, пять лет назад, в апреле и марте, в Омске было больше ветреных дней, чем в эти же месяцы текущего года. А вот сила ветра оказалась примерно одинаковой. От 15 метров в секунду до 17 в 2012-м. И от 16 до 19 метров в секунду в 2017-м. А вот май в этом году оказался в два раза ветренее, чем пять лет назад. Немнастных дней в этом году было четыре, а в 2012-м два. Но сила ветра опять же не отличается. Кроме того, несмотря на штормовые предупреждения, которые этой весной объявляли уже пять раз, ураганного ветра. А таким он считается, если скорость переваливает за 25 метров в секунду, так и не случилось. Впрочем, есть как минимум две причины, почему омичам, несмотря на уверение синоптиков, кажется, что в Омске задувает сильнее. Первое – так называемый эффект сквозняка. Это как в квартире. Если открыть окна в разных комнатах, в помещении появляется движущийся поток воздуха. На улице между высокими зданиями, расположенными друг против друга, эффект получается тот же. И даже если ветер в принципе не очень сильный, то в такой воздушной трубе скорость порыва может вырасти многократно. Московский ураган в мае 2017-го, в результате которого погибло 16 человек и около 170, получили ранения, стал таким разрушительным. Именно из-за эффекта сквозняка, говорят эксперты. Сила ветра достигала 30 метров в секунду. И где-нибудь в Саратове такую погоду и ненастьем бы никто не назвал. Конечно, Омск не Москва, да и эффект сквозняка появился не вчера. Но раньше его глушили деревья. Те самые тополя, которые сейчас активно вырубаются в рамках компенсационного озеленения. И еще один немаловажный фактор, тоже касающийся вырубки деревьев. В городе стало больше пыли, которая раньше оседала на тех же тополях и яблонях. И частично ими перерабатывалось. Как результат, несмотря на то, что в течение весенне-летнего периода в этом году из города уже было вывезено 30 тысяч тонн пыли и песка, в Омске что не ветреный день, то песчаная буря. Впрочем, как бы не было ветряно в Омске, больше 28 метров в секунду у нас дует редко. А это практически штиль в сравнении, например, с австралийским островом Бароу. Это самое ветреное место на планете. Здесь порывы до 133 метров в секунду. Кроме того, в топе значится штат Оклахома, США с его знаменитыми торнадо. Скорость ветра 125 метров в секунду. В Антарктиде зафиксировано рекордное значение 55 метров в секунду. В Омске на этой неделе стартовала «Формула моды». Традиционный международный конкурс в этом году впервые проходит в рамках нового проекта «Омская арт-резиденция», генеральным спонсором которого выступает Межгосударственная корпорация развития. Поменялся формат и содержание конкурса. Будущие дизайнеры делятся своими находками, начинающие режиссеры представляют свои фильмы на фестивале короткометражного кино, а урбанисты говорят о том, как сделать Омск удобным и красивым. Юлия Боброва вывела для нас «Формулу моды-2017». В этом перформансе – ритм мегаполиса, его движение, энергия и психология горожанина, который испытывает напряжение и одиночество. Театр мод – образ показывает жизнь человека в урбанистической машине. «Город и люди» – девиз Омской арт-резиденции и фестиваля «Формула моды Восток-Запад». В этом году изменился не только формат «Формулы моды», но и подача конкурсных материалов. Вот на этих стендах идеи, эскизы, наброски, которые сделали участники. Можно увидеть даже материалы, из которых изготовлены костюмы. Одна из коллекций – «Обнимая небо». Дизайнер Арина Георгиева вдохновилась историей героини Великой Отечественной войны – Лилии Литвяк, летчица, которая на фюзеляже своего самолета нарисовала цветок. Это сочетание милитарь и романтики. Это история о женщине военного времени, которая, несмотря на все трудности войны, хотела быть все равно романтичной, нежной. Экология, история, архитектура – все это выражено в тканях, декоре. Урбанистическое направление определило и идеи конкурса парикмахеров – городские трансформации. Я делала именно для города эту работу. Называется она «Березы города Омска». Надо было показать именно вот это деревье, чтобы у нас в Омске присутствовала не только пыль. Вы прямо в тему вот так вот попали, вырубки деревьев. Я задумалась об экологии. Модные проекты объединили десятки амичей, гостей из других городов, зарубежных и столичных экспертов. Не каждый город может похвастаться, что музей такого уровня, как музей в Рубеле, предоставляет возможность дизайнеру, будь то молодому, либо уже именитому, это неважно, показать свою коллекцию в этих прекрасных исторических интерьерах. Это исключение, такого нет нигде в нашей стране. Именно такие мероприятия, которые говорят о красоте, о стиле, о энергии и желании что-то изменить, они как раз-таки просто необходимы. Арт-резиденция включила в себя еще и кинофестиваль, лекторий, мастер-классы и урбанистические проекты. Это объединение всех творческих людей города. Под какой-то общей концепцией мы сможем делать какие-то абсолютно добрые, интересные и талантливые дела в этом городе. Это город, который может быть и должен, наверное, стать городом, в котором очень много интересных людей, которые в самом деле рождают абсолютно новые тренды. У нас есть очень большая любовь к уничижению себя и статуса своего города, и из города в принципе. Мы его не любим. У нас, к сожалению, районное мышление. Арт-резиденция сломает шаблон, сломает мышление. С тем социальным посылом, который преследует, в частности, Международная корпорация развития, принимая участие в этом проекте, это все-таки изменение ментальности. Арт-резиденция вышла на городские улицы. В ее рамках запущен проект «Своя история». Архитекторы, студенты, социологи сейчас работают над преображением сквера Лицейского театра и предлагают свои идеи, например, арку в виде беседки или сензитивный сад. Мы разрабатывали ландшафт территории, разрабатывали, так как называется, правила двора, беседовали как раз с жителями, и архитектурные объекты. И 15-го числа будет выставка всего этого сквера, всего проекта. То есть жители смогут посмотреть и сказать, да, нам нравится, делайте, правильно? Верно, да, да. Они приходят во власть и говорят, вот, уважаемая власть, да, мы хотим вот это поставить, согласуйте. Говорят, ребята, мы тут делом занимаетесь, а вы тут, извините, с какой-то ерундой. Это не так, это не ерунда. Мы потихоньку, потихоньку, там, степ-бай-степ в свой город превратим, ну, если не в город-сад, потому что это уже, наверное, все-таки пройденная история, да, а вот в какой-то город, слово которому мы еще прилагательное не придумали, а вот эти ребята могут. После того, как будет выбран один из проектов, в сквере начнется стройка, жители увидят его обновленным. Но это не только преображение конкретной территории, это еще и посыл. Омск может меняться, может быть современным и креативным. И сделать его таким могут сами горожане. Юлия Боброва, Антон Щетинин, Константин Демиденко, Анатолий Серов. Омск здесь. Это был последний выпуск программы Омск здесь на канале «Продвижение». Наша редакция прекращает работу в формате региональных теленовостей. Теперь мы сосредоточимся на других телевизионных, радийных и онлайн-проектах холдинга МКР-Медиа. А в эфире первого регионального общенационального телеканала «Продвижение» «Наш город» останется в формате программы «Собственное расследование». О том, что происходит в Омске, будут знать жители всей страны.